всем привет это атом дуба канала физики мы сейчас готовим видео про кварцевые часы а пока решили снять короткое видео потому что нас бомбит с того что некоторые люди не знают как работает кондиционер поможет мне в этом сегодня мой коллега ваня привет привет ну давай разбираться вообще кондиционером как устроен самый простой ну я так понимаю там есть компрессор который сжимает фреон и когда он расширяется он охлаждает место где он расширяется а потом он там по кругу вот так вот обратно к компрессору и там сжимается и вот так вот крутится по кругу чтобы создать в одном месте холод а в другом месте тепло причем фреон это изначально газ в том месте где он сжимается он как раз нагревается и превращается в жидкость а в том месте где он из жидкости обратно испаряется происходит охлаждение, это место называется испаритель. Да, то есть у нас получается, что кондиционер, ровно как и холодильник обычный, да, он не охлаждает, он разделяет тепло и холод, правильно? Да, то есть принципиально, скажем так, нельзя летом охладить свою комнату, открыв холодильник. Ну, ты где-то локально чуть-чуть охладишь, но на самом деле сзади у холодильника греется компрессор. И радиатор. И еще радиатор. И за счет не стопроцентного коэффициента полезного действия всей этой системы комната скорее даже быстрее нагреется, чем охладится. То есть если я ставлю дома холодильник, то он у меня нагревает мой дом. Да, он греет твою кухню. Даже с открытой дверью? Даже с открытой дверью. Вот такие вот дела. Получается и кондиционер обычно, он тоже греет дом, что ли? Ну, кондиционеры, ту часть, которая греется, вносят на улицу и вешают за окном. Поэтому комната охлаждается, а греется улица в горячий день, там становится еще жарче. Получается, что летом мы как бы все в городе, желая охладиться, нагреваем город? Да, именно так. А еще я слышал от бабы Клавы, что кондиционеры это все вообще вредное все. От них никакого толка, никакого свежего воздуха от них нету. Она права? Ну, смотри. Кондиционер не берет свежий воздух с улицы и не приносит его в твое помещение, как это делает форточка или приточная вентиляция. Ну, на самом деле, небольшая оговорка, существует несколько совсем единичные модели на рынке, которые под тоненькой трубочке берут свежий воздух с улицы и пытаются привнести его в комнату. Но эффективность такого притока свежего воздуха очень мала из-за небольшого сечения трубочки, и это скорее маркетинг. Чтобы обеспечить приток свежего воздуха, нужно вот по такой вот трубе привносить свежий воздух с улицы. Так что да, кондиционер просто ваш затхлый в комнате воздух прогоняет через холодный радиатор и таким образом охлаждает помещение, немножечко убирая влажность, из-за этого становится чуть легче, но это не свежий воздух с улицы. То есть, если у меня там, например, раскиданы вонючие носки, то включенный кондиционер никак не поможет от запаха. Не поможет. Вот это, конечно, печально. Но в целом вообще никто не запрещает кондиционеру брать свежий воздух с улицы, просто для этого нужно тянуть очень широкую длинную трубу, получается. И фактически делать вентиляцию. Для эффективной работы, да. То есть, обычные сплит-системы, то, что мы называем кондиционером, это правильно называется сплит-система, когда у тебя разделен внешний и внутренний блок, внутренний стоит в комнате, внешний за окном на улице, и за счет вот такого разделения получается охлаждать. Классические, самые простые и самые распространенные системы свежего воздуха не приносят. Из этого правила лично я знаю лишь два исключения. Первый – это автомобильный кондиционер. Он может забирать воздух с улицы и менять его температуру. И аналогично оконный кондиционер. Только не путайте его, пожалуйста, с мобильным кондиционером, у которого просто труба в окно выведена. Такой аппарат, он использует воздух с улицы лишь для охлаждения своего горячего радиатора. А есть еще, по-моему, вот такие системы кондиционирования, какие-то климатические системы вроде, да? С фильтром для воздуха. Ну, есть более сложные, когда делают полноценную систему вентиляции. Там действительно организуют приток свежего воздуха и вот на пути этого свежего воздуха ставят еще и кондиционер. И так можно поддерживать нужный климат в помещении. Еще можно увлажнитель туда поставить, чтобы зимой, когда воздух сухой, увлажнять его в помещении для комфортного уровня. Да, кстати, что с водой? Вот меня дико бесит. Я гуляю по улице летом, и тут на меня капать что-то начинает. Я немного не понимаю. Я просто поясню, в чем дело. Значит, у нас есть холодный радиатор, да? Он находится внутри помещения. И у нас воздух прогоняется через холодный радиатор. Из воздуха вода на холодных поверхностях конденсируется. Выпадает, что называется, роса. Правильно? Правильно. Ну так это же должно внутри помещения происходить. А снаружи у меня находится блок, который горячий вообще-то. Он, наоборот, должен испарять воду. С какой радости капает с него? На самом деле капает не с внешнего блока, а просто для простоты монтажа дренажную трубку от внутреннего блока выводит рядом с внешним. А что такое дренажная трубка? Ну, то есть у тебя на холодной части внутренней кондиционера выседает влага из воздуха, и дальше она капает вниз, и по специальной трубочке отводится куда-нибудь в сторону. Наиболее распространенный способ монтажа в старых домах – это когда эта трубочка просто выводится на улицу, вместе с… Вот у тебя всё равно есть две трубки, соединяющие внешний и внутренний блок, по которым фреон гоняется оттуда. Туда и обратно. Они такие медные, да, обычно? Такие медные трубочки, да, в теплоизоляции. Так вот, просто в одну дырку вместе с ними просовывают вот эту трубу, по которой должен стекать конденсат, и он просто капает вот там рядышком с внешним блоком, но на самом деле это конденсат с внутреннего блока. В новых домах или когда делают хороший ремонт, можно эту трубку отвезти в канализацию, тогда по фасаду ничего капать не будет. Почему так мои соседи не делают? Ну, потому что в домах старой постройки организовать такое достаточно сложно, нужны длинные трассы, и это увеличивает стоимость монтажа, и зачастую на этом экономят, и делают по самому простому варианту. То есть это как, когда стиральную машину подключают, иногда слив просто вот так вот… В раковину. В раковину или в ванну вот так вот спускают, это примерно то же самое, да? Да, это специально, ну, не специально, а просто от бедности и для простоты. Да, интересно, интересно. А есть еще какие-то такие факты о кондиционере, о которых я не знаю? Ну, на самом деле, вот мы сказали, что с внешнего блока не может капать, но на самом деле может, даже если у вас смонтировано все по-современному, так что трубка и дренажные внутреннего блока уходят в канализацию. А как тогда может капать? Ну, современные кондиционеры зачастую позволяют включать его в режиме обогрева, то есть нагревать комнату за счет охлаждения улицы. А, то есть мы меняем как бы их местами, эти блоки, мы их предназначение меняем. Да. Это то, что называется инвертор. Это на самом деле тоже миф. Инвертором называют, ну, там, если вы пойдете выбирать кондиционер, там часто написано инверторный. Что такое инверторный, люди зачастую не понимают. На самом деле инверторный, это означает то, что компрессор может менять скорость своего вращения. То есть мощность охлаждения можно менять. Да. То есть самый дешевый и простой вариант, это когда компрессор работает на одной скорости, он поработал, 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 выключился. Вы, наверное, слышали такое от старых холодильников, которые еще выключаются с характерным грохотом. Да. Вот примерно так в самых простых кондиционерах работает внешний блок. Он поработал, 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 наработал сколько-то холода, потом, когда температура обратно повысится, он включается заново. А инверторный, это значит, что он может регулировать скорость вращения мотора компрессора таким образом, чтобы поддерживать заданную температуру, не включаясь, выключаясь, а просто поработать помощнее, поработать чуть послабее. Или просто в какой-то момент подбирать такую скорость, на которой работает, не выключаясь. А тот кондиционер, который может менять местами внутренний и внешний блок, то есть сделать внешний блок холодным, а внутренний горячим, он никак не называется, просто с функцией нагрева, да, Эрика? Да, они подписываются просто как-то с функцией обогрева или что-то такое, то есть инверторный и обогрев, это на самом деле не связанные вещи, может быть кондиционер инверторным, как и холодильник, кстати, холодильники тоже бывают инверторными, такими, что они потихонечку работают и не включаются, выключаются, а все время тихонечко-тихонечко работают. Так можно сделать холодильник гораздо более тихим, правильно я понимаю? Да. То есть он все время работает, но на меньшей мощности? Да, да, да. Так вот, в случае, когда кондиционер работает в режиме обогрева, охлаждается внешний блок, тогда уже на нем выпадает конденсат и тогда с внешнего блока может капать вода. Но это, скорее всего, будет не летом, а когда-нибудь в межсезонье, когда люди хотят обогреться кондиционером, пока еще не включили отопление. А если я зимой включу, там же лед будет на внешнем блоке? Это вообще легально? Там, небось, все замерзнет и сломается, А вот тут я не могу ответить точно на этот вопрос. По-моему, ну, во-первых, воздух зимой гораздо суше и, скорее всего, у кондиционеров есть некая блокировка и они просто не дадут себя включить, если будет слишком холодно. Что-то я еще хотел интересного сказать. А, кстати, обогреваться кондиционером энергетически выгодно. По сравнению с чем? Ну, по сравнению с простым обогревателем. Почему? Ну, просто кондиционер, он не берет энергию из розетки и не выделяет ее в форме тепла. Он работает переносчиком тепла. То есть, потратив, там, условно, киловатт мощности из розетки, он может перенести два киловатта тепла с улицы. Это если на улице тепло? Да, даже если холодно. Почему? А, то есть он переносит тепло, даже если холодно. Ну, он охлаждает же точно так же. Он нагревает улицу еще горячее, а тут охлаждает улицу еще холоднее. Прикольно. А вот это я сам не задумывался об этом. Вот, насколько я слышал, ну, тут могу быть не точен в цифрах, но где-то примерно в два раза больше тепла получается на потраченный киловатт мощности. Кондиционер, что ли, поставить дома? Чтобы обогреваться, пока не включили отопление. Ну, уже включили у нас дома. В этом году, да, в этом году повезло. Ну, вот так вот. Мы хотели немного короткий рассказ сделать, он у нас чуть-чуть затянулся, но я надеюсь, всем зрителям было интересно. Спасибо за внимание. Спасибо. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok